Борис Шемякин У нас весь год идет одна большая важная тема на федеральном уровне, очень значимые санкции. Как агротехнологический комплекс отреагировал, как вообще эта сфера отреагировала на санкции, как вы себя сегодня чувствуете? Мы в принципе уже второй год живем в режиме санкций, но как ни странно, по большому счету отрасль сельского хозяйства демонстрирует довольно устойчивый рост на протяжении двух лет. Если даже взять результаты за последние 9 месяцев этого года, то рост производства в сельском хозяйстве составил порядка 8,3%, а по перерабатывающей промышленности порядка 5,6%. Это достаточно хороший рост, и мы сохраняем положительную динамику, я думаю, будет она сохранена и на будущее. И это результат не однодневный. В принципе, уже в стране порядка 10 лет реализуется такой национальный проект, как развитие АПК. И если переведем его на наш регион, то за эти 10 лет примерно инвестиционный портфель составил порядка 40 миллиардов рублей. И наступил тот период, когда мы начинаем получать отдачу от этих средств, и самое главное, он приводит к улучшению уровня жизни населения. По сути дела, за эти 10 лет уровень заработной платы в сельском хозяйстве у населения вырос в 6 раз. То есть это для нашей отрасли достаточно такая положительная динамика. И мы смогли провести диверсификацию в растеневодстве. То есть от выращивания просто хлеба мы ушли на выращивание зерна кукурузы. Достаточно короткий срок времени, порядка 5 лет, научились получать очень хорошие результаты в данном направлении. Начали выращивать масло, семена, и второй год подряд добиваемся неплохих результатов. У нас, в принципе, мы один из немногих регионов в Российской Федерации, который является профицитным по молоку. То есть мы можем кормить не только себя, но и другие регионы. И у нас выходит за пределы региона более 50% как переработанной продукции, так и в сырье. Ну, большая роль, наверное, проделана и по строительству мощностей, по переработке хранения зерна и овощей. Если взять, допустим, с 2011 года, мощности по хранению зерна были увеличены примерно на 160 тысяч тонн. Это достаточно серьезный результат. Если взять динамику последних двух лет, на 40% увеличили мощности по хранению и доработке картофеля и овощей. То есть такая динамика, как бы она сама говорит за себя. Но, наверное, самое главное, то, что мы все-таки в сельской местности особое внимание уделяем мерам социальной поддержки населения. И я считаю, что самое главное, наверное, в этом – это строительство жилья для тех людей, которые там проживают, и особенно для тех молодых специалистов, которые хотят туда прийти. Сейчас, наверное, уже подходит к концу сезон сбора урожая. Какие-то предварительные результаты сейчас можно уже озвучить и сравнить с прошлым годом? Наши хлеборобы по итогам года, я думаю, соберут рекордный за 23 года урожай зерновых культур. С учетом зерна на кукурузу, где уборка еще не до конца закончена, эта цифра превысит 1 миллион 700 тысяч. Если отметить отдельно картофель, то урожайность в этом году будет рекордная за последние 10 лет. И мы соберем больше уровня прошлого года, что картофеля, что овощей. Надеемся приблизиться вплотную по такому показателю, как сбор масличных семян, порядка 150 тысяч тонн. Это прилично для нашего региона. Не снижаем темпы по производству сахарной свеклы. И урожайность в этом году тоже на 40-50 сантиметров выше уровня прошлого года. Также я отмечу отрасль животноводства. Она у нас также, в принципе, динамично развивается. Если говорить о молоке, хоть мы и профицитны, но все равно одна из первоочередных задач – это развитие дальше, поскольку у нас огромный рынок сбыта, это Москва. И вот по итогам года в молочном животноводстве мы примерно ожидаем рост валового производства молока порядка 4%. Что касается производства мяса, то по итогам 9 месяцев в целом в этом направлении рост составил порядка 11%. Особенно радует нас производство свинины. В этом году вышли на проектную мощность цинокомплексы такой группы, как молочный продукт. И в Сарайском районе, там два предприятия, и это позволит увеличить производство свинины порядка на 30% в год. Это хороший показатель. Ну, естественно, как говорится, у нас будет еще над чем работать в производстве говядины. И самое главное в производстве птицы. У нас сейчас есть ряд направлений нетрадиционных, так сказать. Это в Строжиловском районе две гусефабрики, две фабрики по производству индейки, одна фабрика в Спасском районе по производству гусей, а вот в мясе птицы нам надо еще поработать. Мы видим, куда развиваться, и я думаю, что будем двигаться в данном направлении. Борис Викторович, руку-то хватает, молодежь-то уезжает в село. Первая проблема, с которой сталкивается производство сельского хозяйства, и те инвесторы, которые хотят зайти, это нехватка квалифицированных специалистов. Но вот что надо отметить должное, в последнее время мы все-таки так серьезно занимались этой проблемой. И по этому году уже порядка 120 специалистов пришло в отрасль. Это действительно системная работа, которой надо постоянно заниматься. И у нас созданы и молодежные движения, которые ездят и пропагандируют, так сказать, возвращение сельской молодежи домой и привлечения городских на село. Этому уделяется большое внимание со стороны правительства региона. Вот хотелось бы отметить ряд таких поддержек и обратиться именно к нашим молодым студентам и школьникам, которые заканчивают, чтобы они шли в село, потому что таких мер поддержки в городе просто не бывает. Какие меры? Во-первых, это помимо заработной платы в течение трех лет к основной заработной плате региональный бюджет доплачивает порядка 4,5 тысяч рублей, плюс единовременные выплаты порядка 86 тысяч, когда приходят на работу. Но самое главное – это приобретение жилья в собственность. Я думаю, что работая в городе, заработать на квартиру, наверное, надо очень много времени для молодого специалиста. А там получается, что практически в течение года-двух лет молодой специалист может получить жилье. И отрадно, что заработные платы, особенно в передовых предприятиях, они уже на порядок выше, нежели в городе. Поэтому мы приглашаем молодежь работать на селе, тем более, что та техника, которая сейчас работает на селе, те технологии в животноводстве, они достаточно энергоемкими стали. С этими машинами и оборудованием просто интересно работать. Планы перед нами стоят, конечно, глобальные, потому что в первую очередь они должны быть связаны с импортозамещением, и мы тут должны правильно расставить приоритеты. Мы, конечно, можем накормить основными продуктами питания свой регион и соседние, но по таким направлениям, кроме тех, что я озвучил, надо работать по производству овощей в тепличном хозяйстве. И тут мы, к сожалению, еще отстаем. Погодные условия у нас такие. Ну, это нужно развивать. То есть это то, что мы можем сделать реально. Нужно развивать производство сыров, особенно сычужных, имеется в виду, твердых и полутвердых сортов. И мы, например, в следующем году на региональном уровне вводим систему поддержки именно производства этих сыров. Мне необходимо, наверное, еще раз скажу, что по производству мяса птицы. Тут у нас тоже есть над чем работать. И над развитием баз хранения и доработки продуктов. Просто нужно сконцентрироваться всем и направить все свои усилия для этого. И, конечно же, приоритетная задача – это введение в оборот всех невостребованных земель, которые еще мы не успели ввести в оборот. Я думаю, что как только полностью вся земля будет работать на территории региона, все эти задачи нам под силу. Успехов вам в вашей работе. Она у вас очень непростая. И от вас зависит больше 50% успеха региона и страны в целом. Спасибо. Кормите нас и дальше. Борис Шемякин сегодня был у нас в студии. Мы с вами увидимся совсем скоро. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова